Всех приветствую на канале Хозяйка на заметку! Сегодня я приготовлю великолепный клубничный тарт французский открытый пирог на песочном тесте с нежным заварным кремом и клубникой Вместо клубники можно использовать любую другую ягоду или фрукты Готовится просто, а результат произойдет все ваши ожидания Давайте еще скорее приступать! Приготовим песочную основу для тарта В глубокую миску просеиваем муку Добавляем соль и сахарную пудру или сахар Сюда же добавляем размягченное сливочное масло и измельчаем руками в мелкую крошку Вот такая крошка должна получиться Потом добавляем растительное масло, частями холодную воду Быстро замешиваем тесто Собираем его в лепешку Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 2 часа Или в морозильную камеру на 30 минут Приготовим крем В статейник с толстым дном выливаем молоко и поставим нагреваться Не кипятим В отдельной посуде смешиваем желтки, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал Все тщательно перемешиваем венчиком до однородности После добавляем понемногу горячее молоко и тщательно перемешиваем, чтобы не образовывались комочки Полученную смесь возвращаем обратно в кастрюлю и ставим на маленький огонь Доводим до кипения, но не кипятим Постоянно помешиваем, касаясь дна кастрюли венчиком, чтобы крем не пристал ко дну Когда завольной крем загустеет и станет блестящим, глянцевым Снимаем с огня и добавляем по желанию сливочное масло Когда крем немного остыл, приливаем в глубокую тарелку И накрываем пищевой пленкой, чтобы она касалась поверхности И оставляем для полного остывания После того, как тесто охладилось, раскатываем его на пергаментной бумаге В диаметре больше, чем форма для пирога Раскатываем пласт толщиной 3-4 мм И затем аккуратно переносим на форму для выпечки Я использую металлическую форму для открытых пирогов с антипригарным покрытием Можно также выпекать в стеклянной, керамической или с разъемным дном И разравниваем легким нажатием Чтобы бортики получились крепкими, прижимаем их по кругу Проводим скалкой поверху, срезая лишнее тесто Потом выравниваем края по всей окружности, вытянув их на 8 мм Накалываем дно вилкой по всему периметру, чтобы тесто при выпечке не вздувалось Перед выпеканием отправляем форму с тестом в холодильник минимум на 30 минут Клубнику промыть, очистить от плодоножки и нарезать наполовинки Чтобы корж был хрустящим, то нужно сначала испечь его пустым Поставив решетку ниже середины, разогреваем духовку до 200 градусов Чтобы дно не поднялось, а бока не осели, расстелим форму с тестом фольгой И насыпем в корзинку сущеную фасоль, рис или горох Обязательно подберем ими бортики Печем 10-15 минут, чтобы тесто на дне прихватилось, но было еще мягким После этого убираем рис и фольгу и возвращаем в духовку, чтобы тесто подрумянилось и отделилось от краев Это может занять еще 10-15 минут Достаем из духовки и оставляем остывать Теперь в остывший корж выкладываем заварной крем и равномерно его распределяем Сверху на заварной крем выкладываем клубнику Можно в произвольном порядке, а можно выложить красивым рисунком Полет фантазии просто безграничен Для того, чтобы десерт сохранил дольше свой красивый внешний вид Сверху покроем тонким слоем лимонным желе Для этого в желатин добавим сахар, лимонный сок и горячую воду Все тщательно размешаем до растворения желатина Остудить Затем с помощью кисточки распределяем желатин по всей клубнике сверху Она получается еще красивее и блестящей Вид ее долго останется свежий, а цвет яркий И отправляем в холодильник, чтобы застыл желатин Сверху украсим свежей мятой Это очень красиво! Вместо клубники можно использовать любые другие ягоды или фрукты И вот такой замечательный и красивый десерт получился Если вам понравился этот рецепт, делитесь видео с друзьями Ставьте лайки, пишите комментарии под видео И подписывайтесь на мой канал С вами была Настя Пока и до новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok